В Чебоксарском клубе книголюбов началась работа над очередным проектом «Нескучное чтение». Ежемесячно студенты Чувашского государственного педагогического университета готовят оригинальную познавательную программу, цель которой – привить жителям города любовь к книге в традиционном ее виде. «Нескучное чтение» проходит в Чебоксарах уже второй раз. И если в прошлом месяце книголюбы познакомились с культурой и традициями Китая, то сейчас их ждали новые знания о Японии, насколько различные обычаи наших стран в полной мере смогли увидеть и прочувствовать все, кто посетил чтение. Для них студенты-филологи и культурологи подготовили театрализованное представление о богине Аман-Терасу, гейших и самураях. На самом деле очень многие вещи, которые действительно интересны, которые очень много могут рассказать о какой-то культуре, а именно ее истоках и очень важных сокровенных значениях для народа, может рассказать именно книга. И вот прежде всего лично я прихожу сюда именно для того, чтобы открывать глаза детям на какие-то факты, которые они никогда не найдут в сети. Ну и, несомненно, окунаясь сами в эту культуру, в эту историю, мы как-то больше ее понимаем и тоже запоминаем. Это тоже очень все интересно. Помимо небольшого, но познавательного спектакля, студенты подготовили обзор книг соответствующей тематики, конкурсы викторины и, конечно же, чтения. Последующие наши заседания мы хотели бы посвятить уже творчеству отдельных писателей. Это, конечно, и Киплинг, Мольер, Грибоедов, ну и другие писатели, поэты, которые отмечают в этом году свой юбилей. В самых эрудированных участников викторина ждут награды. Так, второклассник из девятой школы Вадим Андреев оказался самым любознательным читателем. На его месте может оказаться каждый, ведь клуб книголюбов принимает в свои ряды всех желающих, независимо от возраста. Ведь мир книг открыт для всех. Екатерина Абрамова, Андрей Спиридонов, Республика.